Дорогие друзья, вашему вниманию предлагается учебный фильм о смене караулов в пожарных подразделениях Государственной противопожарной службы. Видеоряд составлен из съемок в ПЧ-66 и ПЧ-67 ГПС, дислоцированных в Павловском районе Воронежской области. Учебный фильм создан в помощь личному составу пожарных частей ГПС их руководителям и проверяющим. Смена караулов в пожарных частях ГПС в большинстве случаев происходит как дежурная смена отделений, так как части небольшие. Всем доброе утро. За прошедшие сутки в подразделении происшествий не случилось. Занимались по распорядку дня. Смена проводится согласно приказа номер 452 МЧС России от 20 октября 2017 года с изменениями от 28 февраля 2020 года. Смена осуществляется в целях непрерывного поддержания готовности подразделения к проведению боевых действий по тушению пожаров, а также в целях приема-передачи техники и вооружения, служебной документации, проверке состояния помещений дежурного караула, оборудование и имущество в них, состояние территории, подразделения. Смена караулов включает в себя подготовку к смене и, собственно, развод караулов со сменой дежурства, которая не должна превышать 30 минут, максимум 45. На развод караулов строится весь личный состав сменяющегося, за исключением диспетчера, и заступающего караулов. Развод проводится начальником подразделения или лицом его замещающим. Важно! Смена дежурства во всех подразделениях ГПС проводится в одно и то же время, с 8 часов 00 минут до 8 часов 30 минут местного времени. При заступлении на боевое дежурство начальник заступающего караула должен получить от сменяющегося начальника караула сведения об изменении оперативной обстановки в подрайоне выезда и отразить это записью в книге. В 8.00 начальник заступающего караула подает команду «Караул на смену». По этой команде диспетчером ПСЧ подается три коротких сигнала. Личный состав заступающего и сменяющегося караула должен надеть боевую одежду и снаряжение и построиться в местах, установленных начальником подразделения. В случае, если СИЗОТ закреплены по групповому признаку, один СИЗОТ на четверых газодымозащитников, то заступающий караул должен строиться без СИЗОТ. В данном случае передача и проверка СИЗОТ заступающим караулом происходит после приема дежурства непосредственно перед командой «Отбой». При подходе начальника подразделения начальник сменяющегося отделения или караула должен построить личный состав и доложить о готовности к сдаче дежурства. Начальник подразделения должен приветствовать личный состав караулов, довести оперативную обстановку под районе выезда, рассказать об особенностях прошедших суток и задачах на следующие. Начальник подразделения проверяет готовность личного состава заступающего караула, а также выборочно проверяет знания личным составом своих обязанностей. Доважите характеристики основной РС-50 ствола. РС-50 ствола. Расход 3,5 литра в секунду и объем, площадь тушения до 35 квадратных метров. Спасибо. После чего необходимо подать команду караулы «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Для приема и сдачи дежурства «Разойдись». Если вопросов нет, для приема и сдачи дежурства «Разойдись». По этой команде личный состав караулов приступает к смене дежурства. Начальник заступающего отделения или караула должен проверить лично или через командиров отделений «Исправность техники и вооружения». Состояние служебных помещений и территории. Принять служебную документацию дежурного караула. Начальник сменяющегося караула должен передать служебную документацию в части, касающейся караульной службы, в соответствии с перечнем документов, регламентирующих организацию службы в подразделениях, и принять меры к устранению выявленных недостатков. Личный состав заступающего караула должен принимать от сменяющегося караула технику и вооружение. Служебную документацию. Проверять состояние служебных помещений, оборудование и имущество в них, состояние территории подразделения. Резервная техника принимается командирами отделений, пожарными и водителями, назначенными начальником заступающего караула. Резервные баллоны. Резервные. Проверяю. Полазим на пожарный автомобиль, смотрим надежность крепления ПТВ. Проверим метравлические ножницы. Рацией переносные. Проверяю. Проверяю. Также проверяются все остальные аппараты, в том числе и резервные. О результатах смены дежурства личный состав заступающего и сменяющегося караулов должен доложить в следующем порядке. Пожарные. Старшие пожарные. Водители. Командирам соответствующих отделений. Товарищ командир, закрепленная техника принята. Недостатков нет. Командиры отделений. Начальнику караула. Лица внутреннего наряда. Дежурному по подразделению. Помощник начальника караула. Дежурный по подразделению и диспетчер начальнику караула. Приняв доклады, начальники караулов должны произвести необходимые записи в книге службы. О смене начальники караулов должны доложить начальнику подразделения по установленной форме. Приняв от начальников караулов доклады о сдаче и приеме дежурства, начальник подразделения должен проверить записи сменяющегося караула в книге службы. Утвердить лист наряда на службу и план конспекты или методические планы проведения учебных занятий заступающего караула. Проинструктировать начальника заступающего караула и поставить перед ним задачи на период боевого дежурства, после чего отдать команду о подаче сигнала «Отбой». При получении команды о подаче сигнала «Отбой» подается два коротких сигнала. Личный состав звеньев ГДЗС сменяющегося караула должен снять с пожарного автомобиля закрепленные СИЗОТ, а заступающий личный состав должен поставить их в боевой расчет. С этого момента сменившийся караул считается свободным от несения службы. После заступления на боевое дежурство начальник дежурного караула должен передать диспетчеру сведения о составе караула. Доброе утро. Командир отделения Бондарев, ПЧ-66, примите строевую записку. У нас у РАУ расчет, 131 резерв, по списку налицо 4 человека. Командир отделения Бондарев, ответственный Гусков. Диспетчер должен передать информацию диспетчеру гарнизона о наличии сил и средств, находящихся на боевом дежурстве подразделения, для включения их в строевую записку гарнизона. В случае объявления сигнала тревоги, во время смены дежурства, до подачи сигнала отбой, к месту вызова должен выезжать сменяющийся караул, а заступающий караул должен оставаться в помещении до получения распоряжения начальника подразделения. Если во время смены дежурства сменяющийся караул находится на месте пожара, заступающий караул должен доставляться к месту пожара и после решения РТП проводить смену работающего личного состава подразделения. В случае обнаружения недостатков при смене дежурства, они должны устраняться сменяющимся караулом под личным контролем старшего должностного лица подразделения. Естественно, что в некоторых подразделениях ГПС есть свои особенности несения службы и технического оснащения. Они должны быть учтены руководством так, чтобы не менять основную цель и принципы проведения смены караул. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok